Ивановскому брейк-дансу 25 лет. К этому торжественному поводу на этот раз был приурочен традиционный областной фестиваль. В зале бывшего ДК Железнодорожников собрались любители уличного танцевального направления. Четверть века назад Андрей Немонов с небольшой группой единомышленников основал областном центре школу брейка. С тех пор число сторонников направления только растет. Начинали мы, конечно, в полной неизвестности, даже не зная, что такое брейк-данс, честно говоря. В зале было произнесено слово, вот насколько я понял, моим братом, когда я пришел за армию, я сказал, существует такой новый танец, брейк. Я говорю, а что это такое? Он говорит, это вот, когда на сцене вот так вот делают, стоят. Вот это была первая информация о брейк-дансе. В зале собрались около ста человек. В основном это ученики и коллеги Андрея Немонова. Возрастной состав участников фестиваля от 9 до 47 лет. Ветеранов, то есть тех, кто занимается брейком более 10 лет, в Иванове осталось немного. Мастера уезжают в другие города. Ивановская молодежь в качестве лидера, учителя и наставника признает только Андрея Немонова. Для меня ветеран это Андрей Николаевич Немонов, который ведет один всю эту федерацию по брейк-дансу. И сам организует все всероссийские чемпионаты России, областные, межрегиональные турниры по брейк-дансу. Все делает один. Для меня он, конечно, ветеран. Он до сих пор танцует в свои года. Это большой респект только ему. В течение 25 лет Ивановский брейк-данс развивался нестабильно. Были взлеты популярности, были и спады, как, например, в 92-м году. Новый подъем приходится на конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас, в общем-то, такого бурного развития технического в брейке нет, потому что техническая база очень большая, разнообразная и сложная. Поэтому, как бы, сейчас мы занимаемся просто освоением вот всех элементов по возможности, как мы можем это сделать. Другой задач пока не ставится. Брейк-данс привлекает внимание не только парней и девушки, тоже охотно занимаются этим танцевальным направлением. Разделение на нижний мужской и верхний женский брейк-данс давно не работает. Все танцуют все, как этого просят душа и тело. Самое главное – не бояться начать. Я начинала заниматься в фитнес-зале вообще просто, и девчонка, которая меня вела, она оказалась ученицей Андрея Николаевича Неманова. Она мне посоветовала прийти, сказала, что тут офигенно, и я долго думала, и она тогда еще была более-менее маленькая, и мне было страшно одно идти. Я где-то около полугода решалась, и где-то через полгода я пришла сюда и начала тренироваться. Ну, сначала просто как бы нарабатывалась растяжка, опыт, всякие базовые движения, а потом познакомились с ребятами, у нас собралась команда. Сложнее всего признаются бибой и работа в коллективе, ведь настоящее шоу можно устроить только тогда, если все как один любят музыку и умеют под нее двигаться. Любовь Почелникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.